здравствуйте друзья мы приветствуем вас со светланы цвета и у нас вопросы с финлянди спрашивает женщина о домах в среденных штатах а дизайне проектированием она живет в финляндии в доме который был когда-то построен по проекту архитектурному отца владельца этого дома то есть там то что называется кастомизация то есть сделано как бы вот с любовью для себя добротно да и спроектирована главное сейчас о проектировании идет что вот там как бы все тонкости местности там и так далее все очень здорово там играет отработано точно и спрашивают а вот в америке как с тем чтобы дизайнер там как-то тонко поработал света как дизайнеров тонко работают ну во первых это разные заказчики то есть бывает заказчик например застройщик типовая застройка башар который строит целом коменте я думаю что там они поскольку участки маленькие сегодня земля дорогая то они конечно нравятся делать такую планировку дома которая при имеющемся размере участка максимально сделала максимальной возможной площади дом то есть конечно там задействуется там первый этаж второй этаж и все это как-то так встраивается в соответствии с регуляциями но с правилами да чтобы все-таки максимально максимально сделать площадь все-таки когда большая застройка это типовая застройка там на участке может быть допустим пять проектов шесть проектов и и все то есть все построено вот так ну там работает большой коллектив людей сам хорошая архитектура и проекты хорошие проекты типовые типовые они не не самые дорогие естественно с дождем задача получить больше прибыли поэтому там отделочные материалы подешевле но заработать профессионалов там и дизайнеры делают внешний вид этого дома они внешне смотрятся с улицы очень привлекательно когда же речь идет об индивидуальном заказчике вот если я заказчик прихожу к архитектору он планирует один дом он спрашивает что ты хочешь первое что он спрашивает что ты хочешь потому что например когда мы планировали свой дом и я первый раз пришла к архитектору у меня мысли было цифра где-то 2400 стверфутовый это вот этот дом он не гласал ты я говорю больше нам не надо я так уже примерно нарисовала какие-то картинки больше меня он говорит нет ты что разве можно такой большой участок в таком дорогом месте нужно строить по максимуму сколько вот площадь разрешено строить столько и нужно строить сказал мир архитектор и фактически он нас подверг сомнение и подумали решили что надо строить бейсмут который как бы не входит в общую площадь является дополнительным ресурсом позволяют еще больше да и дом соорудия да и в общем потом об этом на не то чтобы жалели но это были практически выброшенные деньги хотя все это выглядело очень красиво но мы не пользуемся это говорит о том что мы на самом деле не знали что мы хотим прежде чем мы сдали четко это мы знали что хотим но он там нас себя уговорить нет поэтому когда уже дошло до строительства мы уже строили дом не для себя когда мы хотели который не для себя и потом оказалось что при продаже это тоже не играет особую роль его давай про дизайн то есть вот он дал совет как бы до строить максимально то что возможно построить на этом ноте ну и соответственно на живот и прямоугольные бывает конечно вот и более сложной конфигурации как-то изгаляться архитектору чтобы максимально вписать туда как-то дом я думаю свет что если этот дом на холмах то там гораздо больше простора есть у архитектора кроме того на холмах им больше разрешают городские власти всякого скажем вот когда ты на улице и всегда по более-менее одного тела это вы сильно сильно не те просто не позволит да но дело в том что архитектор наемный работник и он делает чисто формальные вещи креативщик креативщик но очень не примешь это не такой креатив что мы сейчас покажем глаз работа да в общем-то достаточно стандартно этим занимается с утра до ночи и не то что он хотел бы метать бисер он свои получать свои хорошие деньги за эту работу и делает ее в той или вновь мере добросовестной то есть я бы перевел твои слова так хочешь более изощренный дизайн плати больше денег бери более изощренного там человека и он тебе делает более изощренного я бы даже сказала так что понимаешь какая штука вот он нас уговорил и у нас достаточно большой расход дополнительный да и опять же все мы снова 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 приходим заказчику который если он индивидуальный заказчик должен быть самый грамотный должен сам понимать что он хочет прежде всего вот с нашим с этим домом я на самом деле немножко намучилась потому что у нас участвует большой и было понятно что к нему можно пристроить спальню еще одну с мастер вот этот вот сюда спальню с туалетом но у меня не было идей как это построить потому что у нашего участка есть недостатки там западное солнце и прям полит и в общем как у кого-нибудь укрыться и как это построить то есть понятно что место есть но как это сделать было непонятно и я переговорила с несколькими архитекторами мне давали такие предложения сякие предложения на уровне там просто наброска какого-то и от всего воротила и от всего но все что-то было не так не так не так не так и вот пришел один да который сказал что он архитектор и предложил как бы более оригинальный более оригинальный проект собственно который мы более-менее частично используем но потом оказался он не в состоянии довести до проекта ума то на уровне съемки нарисовал его да а дальше чем-то настолько расхлябанный что совершенно не станет собраться что документации мы с него не могли получить не могли начать строительство и взяли другого архитектор поэтому всякие люди бывают да всякие исполнители у кого-то может быть хорошие идеи но он не может начертить у кого-то нет идеи зато начертить может соответственно с требованиями сити посетить давай вот так мы с тобой вопрос поставим если ты хочешь построить дом но за него и ты не хочешь позвать архитектора который для тебя его спланирует на месте допустим дома который сносится покупается лачуга или кусок земли значит лачуга сносится кусок земли значит там очищается и на нем строится новый дом во сколько встанут услуги архитектора вот именно по архитектурной части вот спроектировать такой дом ну все зависит от площади дома на архитектуре какой-то процентом процента от стоимости строительства поэтому если ты считаешь что например сегодня можно построить где-то долларов за 300 квадратных значит получается 6 долларов с квадратного фута если значит правильно поэтому если дом допустим вот там где мы живем допустим новый дом был бы там 2400 до 240 квадратных метров 2400 скверфутов значит 2400 умножаем на 6 то есть мы смотрим на 14 15 до это если будет лицензированный архитект так ну хорошо просто я почему клоним свет я на самом деле это не случайно спросил я спросила я сказал это потому что если мы смотрим этот дом который 2400 скверфутов и которые ты говоришь по 300 до долларов значит построиться 2 400 умножить на 300 не то есть я чуть не только 2400 до 2400 умножить на 300 это это тебе встанет так хороших там 700 20 750 тысяч у построить и кусок земли сколько стоит вот сколько вот да вот чтобы такой проект поднять и кусок земли сегодня эти скажем будет стоить беременности совершенно совершенно не так и не совсем так считать потому что например если стопить 400 площади до 400 но около 400 хорошо это про гараж не идет по цене 300 долларов там хорошие десятилетия 700 тысяч 650 650 тысяч построиться и кусок земли сколько стоит вот сколько вот да вот чтобы такой проект поднять и кусок земли сегодня эти скажем будет стоить беременности я если не знаешь о чем я сейчас говорю я просто тебе рассказываю что мы говорим о доме о проекте которые потянет под пару миллионов когда ты начинаешь проект который тебе станет пару миллионов и тебе говорят надо заплатить 15 тысяч архитектуру о чем речь когда вообще архитектуру ни о чем лично делать нет подойдут мысль довести до конца если ты строишь точно такой же дом где-нибудь я не знаю там в пригородах орландо и этот же самый дом вот такой же точного со все все то же самое будет тебе стоит там я не знаю 300 тыс понимаешь строительство 350 тыс ты уже не хочешь отдавать 15 тысяч архитектор это чудовищные деньги даже процент от строительства от другой суммы там наверное строительство дешевле там и строительство дешевле правильно я просто что тебе хочу сказать что архитектор то хочет кушать независимо от того где он живет так вас слушает это сумма два процента это сумма лицензированного архитектора который много денег берет забрать вообще ты мне не дал закончить вообще говоря да то есть мы первый дом строили с лицензированным архитектором и разница между ним например и не лицензированным архитектором точки зрения строительства дома я не увидела нету никакой разницы то есть те люди которые например россии были архитекторами приезжают сюда не получают лицензии официальные такси у каких-то обстоятельств становится просто дизайнерами дания не могут себя назвать словом архитектор прошли отсюда уж нет лицензии но они дизайнеры они точно так же имеют право разрабатывать single family house то есть индивидуальный дом но есть на это право они могут подписывать эти чертежи но их рейд намного меньше то есть ты можешь говорится с ними гораздо меньше скажем не 15 сейчас курку 5000 5000 хорошо свет я просто чем говорю что когда мы говорим про кастом дизайн когда мы говорим про то что насколько изощренно американские архитекторы могут строить дом в какую-то местность я просто воспринимаю финляндию как страну гористую холмистую то есть нет нести это не степная место поэтому там гораздо больше возможности наверно там строить было я хочу сказать что то есть очень важный нюанс дело в том что нужно понимать вообще строительстве дома принимает участие очень много разных людей специалистов да и электрики те которые водопровод делают и это самоотопление то есть очень много разных специалистов но даже в самом вот в том виде в котором дом будет выглядеть да и по кроме 4 есть есть архитектор она а есть еще интерьер дизайн внутреннего и архитектор этим вещами вообще не занимается задача архитектора это поставить вот коробку дома и распланировать комнату все пустые а дальше это внешний вид внешний вид очень минимально как как-то даже нет он даже цвета не ничем не так нарисуют какие-то колонны не цвета не всякие прибамбасы ничего такого не рисуют вот а дальше уже ты должен если ты сам не умеешь что-то нужно нанять интерьер дизайнера который тебе всякие штучки трючки внутри подберет и это собственно светильнички краски и краски на самом главном кабинет и общий вид как это будет выглядеть дело все в том что да очень важно большие отделку да очень важно большие светлые комнаты с большими окнами то что делает архитектор но не менее важно то как это будет все выглядеть здесь комната пустая она не имеет вида ты виду как у нас тут комната покрасили сразу заиграл другими красками понимаешь вот это делает уже не архитектор ах же те кто в этом не участвует участвует именно интерьер дизайнер а это дорого интерьер дизайнер это не дешевле архитектор там он берет почасовую оплату приличный какая почасовая оплата интерьер дизайнер зависит от раскрученности естественно любились те которые начинают например долларов 65 может быть час вот а который раскручен это там по 200 может быть час но который раскрученные у них есть доступ такие закрытые салоны значит это делаешь дорогой дом например хочешь какой-то очень такой замысловатой мебель который нет шарпотребных магазинах который только на выставках то дизайнерам и специальные входы на эти выставки где им дает искаун и он тебе за дополнительную наценку какую-то которая уменьшить чем как бы типа холлсейлом там и ритейлом до розничного да может тебя туда провести и выбрать тебе какие-то дизайнерские вещи но это как бы имеет смысл то есть ты в частности платишь а тоже до экономишь там на мебель какой-нибудь выпендрежный я тут недавно получила журнал который называется 2л тогда вода жилищем да и я была в шоке просто ты понимаешь как там рекламируются какие-то вещи но совершенно обычные до уличная мебель там какие-то эти стульчики для улицы все и цены там таким каждый предмет меньше 1000 долларов просто нету а она не будет какие-то может я чего не понимаю но она не выглядит каким-то таким серьезно замысловатым но цена-то откуда я не знаю откуда они берут эти цены но вот я тебе скажу что там такие современные дизайны были и я очень многие вещи вижу наши налоги войки например который стоит не 1000 долларов 30 долларов вот поэтому может производить еще я не знаю я ловить может быть ну я обидел например очень дорогие дома салтез сделаны в современном стиле там явно было видно что все там очень дорогое потому что построить современный дом дорого это дорогие все предметы гораздо дешевле построить классическом стиле потому что он более очень интересные предметы из которых при некоторые смекалки да можно как-то их скомбинировать и что такое получить интересно чтобы недорого несу время ну да но если в особенности ты включишь мозги и что нибудь такое придумаешь оригинальное они просто в лоб и кроме того если например а киевскую мебель которая дешевая разбавить какой-то дорогими какими более дорогими скажем элементами то может получить дизайнерскими вазы какой-то предметами мебели на которые не совсем уже все подряд зайки вот все и зайки а что-то такое поставить например какой-то более интересный стол чем вайки более интересные стулья уже совершенно по-другому все это играет и современные воздуха мне сейчас вычет на старости листали нравится больше модерновые дизайны чем классические хотя раньше знаешь вот хотелось именно дворец классический да ну конечно мы же выросли на примере версаля или там петергофа да вот это такого хочется нет ничего не хочется эти грима хотелось когда бы хотел уже построить дворец да но после того как вы живёшь во дворце как бы уже не интересно хочется думаешь куда столько прислуги я шучу колонны колонны да это что за колонны зачем они у нас встает от этих молдингов от всего этого хочется на выражении чего этого не было очень аскетично ну хотелось дворца построили там захотелось современного сделали современный сейчас надо вот так что возвращаясь к вопросу который был задан насчет креативности значит американских архитекторов каждый в меру я бы сказал так что они в меру креативные ожидать от них чего-то сверхъестественное если ты сам не знаешь чего ты хочешь вот это ключевой момент люди наверное не совсем понимают что когда ты идешь кому бы то ни было с установкой задачи ты очень задача притом при всем что есть люди более креативные менее креативные есть я не знаю вот так условно итальянцы такие знаете вот тот который у нас был итальянец он дал идею которую мы приняли и она пошла и и никто такого не говорил как он айду раз такое несли что уши вяли просто архитекторы дизайнер такое так вот такой бред что просто как же чек может такое сказать и а есть ли которые тебя не слушают вот эти света вы надели бы допустим делать вам дизайн она вас но я делаю так а не хочет там делать до свет это на самом деле на самом деле это дороже что понимаешь как чек который работает вот его нанимают то он должен постараться под клиентов клиентов говорят разные да поскольку меня никто не нанимает да но приходит посоветовать приходит посоветоваться да то у меня есть свой взгляд если кому-то не нравится пусть не советуются ну да работа с клиентом тяжело поэтому многие люди они сами берут землю и сами строят и продают потом просто чтобы ни с кем делать не данный вопрос в том что многие люди в особенности наши эмигранты они там тут немножко покрутились там пару-тройку лет и решили что они будут себе строить дом на дело в том что там столько нюансов может таких шишек набить если вот так вот будто барахта это не такое простое дело ну есть любитель есть на такие есть люди опытные почему нет но просто конечно так с бухты барахты это это действительно нетривиальный процесс если уже вы беретесь это делать сами то конечно это нет не просто все надо тогда уже обзавестись целый куча специалистов да все равно со специалистами работают ну что цвет давай пожелаем хорошего проживания в доме мы знаем как зовут девушку из финляндии нет перед глазами вот девушки из финляндии мы желаем чтобы и хорошо жилось в этом доме где она сейчас живет чтобы она каждый день получала удовольствие и мы знаем по себе что это такое когда ты просыпаешься и ты тащишься энергетика там есть своя там все 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 там есть вот и чтобы ей там здорово жилось и в общем то и чтобы все планы сбывались осуществлялись мечты сбывались планы осуществлялись и не только девушки из финляндии но и все остальные кто нас сейчас смотрят чтобы все ваши мечты сбывались а планы осуществлялись счастливы ребят пока